Сколько длится у женщины личная жизнь? Пускай хоть у самой роскошной красавицы. Как правило, жизнь эта продолжается, пока еще внуки не родились. Нет-нет, в смысле возраста все в порядке, и нет никаких материальных бед. И вроде не мучат еще недостатки, но где-то зажжен уже красный свет. Пока на руках ее только дети, пусть трудно, но беды не так страшны. Ребята растут, и глядишь, на свете за тучками радости вновь видны. Пусть утро прошло, но еще не вечер. Встряхнись, и цветут уже вновь цветы, и труд никакой не согнул ей плечи, и сколько в ней все еще красоты. Но внук это праздник, и где-то драма, и свет, и уже поворот в судьбе. Дочь нежно целует. Послушай, мама, мне надо работать, а внук тебе. А дальше, простите, такая штука. Проходит годок, а за ним другой, и дочь преподносит второго внука. Подарочек славный и дорогой. Теперь как бы новый зажегся свет. Тут много и трудного, и отличного. Но что вот до женского, очень личного, то здесь словно черт наложил запрет. Теперь всюду сабли, да куры рябушки, да сказки куда ни посмотри. Прекрасное, гордое звание бабушки, да песни складушки и не складушки. Уборка, готовка, да буквари. Тут все, и поплачешь, и похохочешь. Трудись, улыбайся, и не ропщи. Почета, пожалуйста, сколько хочешь. А женское счастье, ищи с вещей. Порядок вещей тут и тверд, и прочим. Сам быт неизменен, согласен, пусть. И все же справедливо, тут все не очень. Не все превосходно, душой клянусь. Так сколько же лично длится жизнь, неважно, дурнушки или красавицы. Как правило, жизнь эта продолжается, пока еще внуки не родились. Да, жизнь наша в сущности быстротечна. Но мне бы хотелось в грядущей мгле, чтобы все было правильно на земле. И женская жизнь продолжалась вечно. Спасибо, мои хорошие, что были со мной. Я прочитала вам стихотворение Эдуарда Осадова, которое так и называется «Сколько длится у женщины личная жизнь?» Пишите в комментариях, сколько длится у женщины личная жизнь. С вами была я, Елена Викторовна. Всего вам самого-самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok